Доброе утро, уважаемые коллеги. Когда мы говорим о замене препаратов, то подразумеваем, что замена препаратов одного класса. Мы не говорим здесь о переходе от таргетной терапии к иммунотерапии или от иммунотерапии к таргетной терапии. Обсуждаем, действительно возникают ли такие ситуации, когда у нас есть необходимость поменять, например, одно антипидимоноклональное антитело на другое, потому что у нас есть сегодня зарегистрированы три препарата. Или это может касаться комбинации бираф-ингибиторов и мек-ингибиторов, соответственно, вимуруфенибковиметинеп и доброфенипотраметинеп. Все остальные препараты и комбинации представлены, что называется, в единственном экземпляре, поэтому для них эта тема не актуальна. Ну, какие могут быть, вот я себе представила, какие могут быть основания для замены препаратов. Первое – это плохая переносимость, скажем, да, или индивидуальная непереносимость. На практике мы встречаемся время от времени с такими ситуациями и понимаем, что есть все-таки, вернее, возможны определенные различия в спектре и частоте нежелательных явлений. И, соответственно, вот такая тактика, ну, теоретически может сработать. Вторая нередкая ситуация – это когда мы сталкиваемся с отсутствием препаратов. К сожалению, я не знаю, присуща ли такая проблема другим странам, но в нашей стране мы иногда с такой проблемой встречаемся. И, конечно, ни в одних рекомендациях не будет написано, что при отсутствии одного препарата он может быть заменен на другой. Но, опять же, это реальность наша, и вот как здесь может быть решен вопрос. В общем, ну, нет однозначного ответа, естественно, на него. Я думаю, что это вот мы сейчас и пообсуждаем вместе с экспертами. Ну, и третья ситуация – когда мы лечим пациента и видим у него прогрессирование. Я встречала таких пациентов, которые после прогрессирования на, скажем, одном антипиде-антителе, оно заменялось на другое. Ну, вот вопрос сейчас тоже пообсуждаем, насколько это вообще разумно. С моей точки зрения нет. Потому что, хотя мы понимаем, что, конечно, и антипиди-антитела – это препараты, в общем, одного класса и одного механизма действия. Конечно, это разные препараты, это понятно. Вот. И комбинация двух таргетных препаратов. Да, это разные препараты. У них разная фармакокинетика, фармакодинамика. Но, тем не менее, все-таки мишень у них одна. И говорить о том, что если мы встретили прогрессирование на, например, доброфенибе и терметинибе, то переход на виморофениб и кобиметиниб, что-то изменит в течение болезни, маловероятно. Другая ситуация может возникнуть, когда из-за плохой переносимости, но это актуально только для таргетных препаратов, у нас есть возможность редуцировать дозу при плохой переносимости. И вот если прогрессирование произошло на сниженной дозе, к модификации мы прибегли именно из-за развития тяжелых нежелательных явлений определенного класса, то здесь, в принципе, можно подумать о переходе на другую комбинацию, поскольку, как мы увидим, есть определенные различия в спектре и частоте нежелательных явлений у таргетных препаратов. Если говорить о антипеди, антителах, ну, еще раз тоже хочу обратить внимание, это, опять же, не для прямого сравнения, но я попыталась из представленных результатов клинических исследований в литературе посмотреть, скажем, на чистоту осложнений для разных антипеди, антител и как часто возникает необходимость к отмене лечения. В общем-то, мы видим для ниволумаба и пембролизумаба, ну, очень такие близкие цифры, это тяжелая токсичность, я имею в виду третью, четвертую порядка, как вы видите, 16-17%, и только у 5%, ну, у 7-8% пациентов возникает необходимость к отмене терапии. То есть, в общем, эти препараты очень близки. У Пролгалимаба по опубликованным данным несколько другой, так, не профиль, а, скажем, другая несколько частота осложнений. Сейчас мы позже это увидим. По представленным результатам как будто бы значительно меньше в целом встречается осложнений и частота осложнений третьей-четвертой степени ниже. Но просто мы должны понимать, что все-таки мы здесь имеем результаты крупных рандомизированных исследований для ниволумаба и пембролизумаба. И пока представлены результаты, ну, все-таки относительно меньшего количества пациентов, результаты первой и второй фазы. Возможно, что новые данные позволят нам более, так скажем, ну, более углубленно, более объективно оценить переносимость Пролгалимаба. Если говорить о частоте, вернее, о частоте и о спектре нежелательных явлений, то тоже в литературе они описаны были в разной манере, поэтому я постаралась те цифры извлечь, да, то, что я могла извлечь для прямого сравнения. И, в общем-то, мы видим, что по спектру нежелательных явлений, он для всех антипидиантитела один, и по частотам, скажем, кожной токсичности, токсичности со стороны органов желудочно-кишечного тракта, печёночной токсичности между пембролизумабом и ниволумабом, такой каких-то очень выраженных отличий нет. Я уже сказала, что у Пролгалимаба немножко ситуация отличается. Ну, практически из доступных сегодня данных отсутствуют такие тяжёлые осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта и печени, но несколько выше частота осложнений со стороны органов эндокринной системы. Поэтому в целом переносимости одного и пембролизумаба, и ниволумаба, в общем-то, существенно не отличается. Но бывает индивидуальная непереносимость. Вот вчера об этом Алексей Викторович говорил. Действительно, ну, можем мы встретиться с такой ситуацией, что один, одно из антител вызывает инфузионные реакции, да, а другое может этого не вызывать. Вот в такой ситуации действительно возможна попытка использовать другой препарат. В целом, во всех остальных случаях я не вижу здесь именно из-за плохой переносимости причин для замены препаратов. А вот отсутствие одного из препаратов – это действительно проблема. Ну, нет, в этой ситуации нет однозначного решения. Конечно, мы понимаем, что большие перерывы в лечении, не связанные с проблемами с переносимостью, нежелательны. Они нежелательны и при иммуно-онкологической, при проведении иммуно-онкологической терапии, тем более они нежелательны при использовании таргетной терапии. Мы в своей практике сталкивались тоже с этой проблемой. И если мы не можем, скажем, перевести пациента в другое учреждение, где он продолжит терапию тем препаратом, который был, значит, то мы, в общем, иногда прибегаем к такой мере, как замена препаратов. Но, конечно, это не должно быть такой вот рутинной практикой, когда в течение года, например, радиевантной терапии, пациент у нас каждый месяц переходит с Нивелумаба на Пембролизума. Вот это, конечно, неправильно. И это вопрос, который адресован администрацией учреждения. Все-таки должны быть какие-то планы, да, и закупки должны быть своевременные. Если вернемся к спектру нежелательных явлений таргетных препаратов, я уже говорила, что по эффективности я, скажем, не вижу принципиальных различий между двумя комбинациями и не считаю, что прогрессирование на одно – это основание для перехода на другую. Но, как мы знаем, все-таки некоторые различия по отдельным нежелательным явлениям есть. Ну, так, в частности, такой общий взгляд – это комбинация вимуруфениба и кубиметиниба дает нам более высокую кожную токсичность и явление фоточувствительности, и более высокая частота повышения печеночных ферментов. Если говорить о другой паре, доброфениба и траметиниб, то здесь мы хорошо это знаем – более высокая частота лихорадки, озноба там и головной боли, ну и вот еще описана артериальная гипертензия. Поэтому, с моей точки зрения, если мы столкнулись вот как раз-таки с таким классом нежелательных явлений, как, например, кожная токсичность, и нам не удается, это доминирующее нежелательное явление, нам не удается справиться с ним, например, нашими стандартными методами, а коррекция, допустим, дозы нежелательна, то, в принципе, можно рассмотреть переход на другую пару таргетных препаратов. Ну, опять же, это мое мнение. Соответственно, противоположная ситуация. У пациента лихорадка, достаточно тяжелая, мы встречаемся с этим, и она не ограничена только месяцем или двумя, как это чаще бывает, да, она в течение трех, и четырех, и пяти месяцев беспокоит пациента. Ну, тоже, в общем, теоретически можно рассмотреть вопрос перехода на другую терапию. И для этой же пары препаратов тоже нередки такая вот индивидуальная непереносимость. У каждого из нас, я думаю, есть такой опыт, вот, когда, как правило, это реакции, связанные с очень выраженной кожаной токсичностью, сопровождающейся еще иногда и такими, как бы, аллергическими реакциями, да, и при этом вторая комбинация пациентам совершенно нормально переносится. Соответственно, вот такое мы тоже можем использовать. На что мне хотелось бы обратить внимание, что у нас две комбинации зарегистрированы, вемурофениб, кобиметениб, даброфениб и траметениб. И вот здесь, конечно, совершенно недопустима замена этой пары, да, другими препаратами. Хотя тоже вот на пациентах, которые приезжают к нам на консультацию, мы иногда видим вдруг вот такие, такое произвольное замена, скажем, бираф-ингибиторов и мек-ингибиторов. Ну, это совершенно неправильно. Ну, таким образом, к сожалению, действительно, это не редкая ситуация, когда возникает необходимость, да, вот по поводу отсутствующего препарата, нередкая ситуация, вот, понимаем, что длительные перерывы нежелательны. Совершенно другая ситуация, когда у пациента развиваются нежелательные явления. Мы это, да, прекрасно знаем. Тут нам необходимо, особенно если это иммунотерапия, нам необходимо длительное использование стероидных препаратов. Потом все-таки развитие иммуноопосредственных нежелательных явлений. Ну, много достаточно данных, когда есть корреляция с выживаемостью. Значит, это другое. Но вот такие перерывы, просто связанные с отсутствием препаратов, безусловно, могут влиять на эффективность терапии. Ну, и при перебоях с поставками, конечно, возможно переключение на препараты той же группы, но это точно совершенно не должно стать рутинной практикой. Благодарю за внимание. Продолжение следует...